Всем снова привет, с вами, как всегда, я, Дизер Дир, и это прохождение Асласинскрит 4 Блэк Флаг, продолжение с того, на чем закончили. Поехали, в принципе. Мистериоса, сентябрь 1719 года. И лечишься ртутью, мечтаешь заражаться снова и снова. Вас что-то тревожит? Да, конечно, все хотят жить по правилам, так? Но под давлением инстинкты побеждают законы, сковывающие всех. Что влечет к кредо, если оно не вызывает одинаковые поступки? Оно дает ощущение... причастности. Что скажете? А, люди это овцы. А старый волк, вроде меня, по праву пьет всю эту кровь. Отправляйтесь сюда. Лишь с верными людьми. Ну что ж. Мистериоса, Стелла Майя 2, точки обзора тоже куча. Давайте посмотрим, что же здесь можно найти такого интересного, скажем так. Так, в первую очередь нам нужно... Мы вообще где? Ага, мы рядом с довольно сложной Сиранилией. Давайте обследуем остров. Пока уж я здесь, я думаю, я этим займусь. Где-то наверху, в форте, находится куча всяких вещей. Здесь, кстати, сундуки, это круто. Окейшки. Больше здесь ни черта. Тоже хорошо. Итак, нам надо наверх. Наверх нам надо проще всего забраться, наверное, вот отсюда. Здесь водопад, все такое красиво. Кстати, реально красиво ведь. Не знаю, мне нравится. Мне все это дело все очень нравится. Все очень красиво. Игра меня однозначно покорила. И, как по мне лично, это одна из лучших частей Ассасина, которая выбрала в себя все абсолютно хорошее из прошлых частей. Вот. Есть свои, конечно, косяки. Например, то, что я привык управлять не на shift бегом, а на кнопку мыши правую. Ну, тут уж как у кого пошло, как кому удобнее, скажем так. Синхронизировать точку обзора, оно, конечно, хорошо. А вот забраться на нее каким макаром я смогу. Ну, давайте попробуем найти другой способ забраться. Я думаю, что он все-таки есть. Потому что нам надо как-то попасть в сам вот этот... Форт не форт, ну, как он называется. Видимо, вот этот способ. О, ну, тут еще и продолжение есть. А еще есть одна из стелл. Вот эти. Которых нам нужно совместить. Так. Нет, точно не так. Точно не так. Самое логичное, как по мне, это... Нет, стойте, вот. Меня спутала лодка. Ну. Отлично. Доберемся туда, как только возьмем все нужные вещи. Не ранее. Давайте я попробую спуститься пониже. Здесь труп. И взять из него карту сокровищ. Кстати, карту сокровищ... Я думаю, как-нибудь одну из них все-таки... Да, или у меня там очень много карт, на самом деле. Уже. Надо все-таки на одной из них... Смотаться и посмотреть. Где же у нас сокровища, и как они выглядят, и сколько там вообще денег. Потому что карт сокровищ много. А исследованных мест благодаря ним... Ноль. Поэтому давайте... В одной из следующих серий это сделаем. Так. Вот у нас место обзора. Мы его достигли. Красивое дерево тоже, кстати. Вообще, мир ассасина вот этот, он какой-то более живой, что ли. На мой взгляд. Хотя, да, в большинстве своем мы даже не можем ничего найти. Так. Вот здесь еще Стелла. Как ближайшие к нам вот эти сундуки. Возьмем их. Возьмем письмо. Возьмем после этого пункт вот тут вот со Стелла. И потом уже пойдем вот сюда. И далее вот с этой лодки уже отправимся на корабль. Я думаю, это будет логично. Собственно говоря... Собственно говоря, вот у нас сундучок. Кстати, я еще недосмотрел немножко у нас здесь животных. Нет, вот животные есть. Капуцин. Надо посмотреть, для чего он нам нужен. Нужен ли он нам вообще. И если, скажем так, да... Попробуем его взять. Так, я сказал слезть, а не залезть. Отлично. Теперь пробуем забраться вот сюда. И спрыгнуть вниз тут уже без вопросов. Поднимаем еще одну бутылочку. С посланницем. И что же у нас там интересного? Мое обучение. Едва мне исполнилось 14. Отец решил, что мне с моим талантом должно овладеть каким-либо мудрым, мудреным ремеслом. Или умением и отдал в учение Джонатону Дэвинпорту из Бостона. Плотнику и Столяру. У мастера Дэвинпорта было немало рабов. Э, какого фига? У мастера Дэвинпорта было немало рабов. И еще два белых мальчика, кроме меня. Каменщик и плотник, не отличавшихся особым умом. Заметив же во мне и скрипотливого разума и поняв, что я смекалист, мастер Дэвинпорт решил, что из меня выйдет отличный Столяр. Я был рад, ибо сие знание давало мне 2 фунта в год и великое спокойствие духа. Ремесло Столяра требует точной и крепкой руки, а еще хорошего вкуса в украшениях. По словам мастера Дэвинпорта, Всего этого у меня было в избытке. С великой гордостью я покинул наставника, завершив мое учение за 5 лет вместо обычных 7. И в 19 обрел свободу. Отныне я мог строить свою жизнь сам, став уже мастером и мужчиной. Мастер Дэвинпорт не огорчился, когда я уходил, но пожелал мне удачи от всей души, ибо точно знал, что я самый талантливый из его учеников. В тебе скрыт гений, мой мальчик, и великая непогода мудрость. Собрав пожитки, я распрощался с матерью и отцом, а потом сел на торговый брик, шедший в Вест-Индию, на Ямайку, где нужда в умелых плотниках была весьма высока. Вот такая вот записочка из детства. База анимуса насчитывает уже очень-очень-очень много тут всего моя, но я этого читать уже не буду. Потому что там реально много всего. Хе-хе-хе. Очень много всего. Так. Давайте. Подымем это добро. Ха, еще один камень моя. Да, ты угадал. Ну, а теперь нам опять в ту сторону. Ну, на этот раз уже для других целей. Хотя вот мне беспокоит, смогу ли я пройти туда. потому что есть некие обстоятельства. Да, смогу, все. Обстоятельств уже нет. Так. Ты зачем сюда вообще полез-то? Ты как и мой друг, бывший Аль-Таир, иногда лезешь не в те дебри, которые тебя просят. Итого у нас уже 12 тысяч. Это довольно неплохая сумма, на мой взгляд. Давайте сейчас соберемся на еще одну а-ля Стеллу. Ух ты. Это круто. Ага. То есть, ну да, я понял, все. Красиво. Вот это вот было реально круто. Мне понравилось. О, и то есть в стенке получается? Нет, ну блин, обидно. Могли бы стенку муровать, тоже было бы прикольно. Ну вот, там как раз камень такой четкий. Вы поняли про что? Вот сюда вот, допустим, муровать, было бы круто. Так. И смотрим, для чего нам нужны капуцины. Капуцины. Нужны ли они нам вообще? Быстренько сейчас это посмотрим. Так. Шкура Целлота. Шкура, 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 шкура. Шкура Ревуна. Шкура капуцина. Дрозики Яд Берсерка 2. В принципе, я Ядом Берсерка пользуюсь, но... Кожа, акулы, быка. В принципе, там для каждого свое надо и больше не для чего. То есть, нам нужно собрать всего... Сумку для бомб. Вот еще можем собрать. Шкура хути. Почему нет? Можем. Почему бы не собрать, правильно? Черный Ягуар тоже. Их три штуки мы там убили на одной из миссий. И наряд Охотника на акул. Давайте переоденем нас все-таки в Охотника на акул. Это будет даже прикольно. Вот теперь мы... Выглядим как настоящий пират. Не как капитан, конечно, но как пират это точно. А то что-то я забыл свои... Пиратские корни, ударился в ассасинство. И все такое. Надел костюм. И это было не круто. Ладно. Итак. Собственно, что нам здесь нужно? Что нам здесь нужно? Нам нужно отправиться вот сюда. Гамбит черной бороды. Задание называется основное. Неизвестная локация. Тем временем все вот это вот добро сделать довольно сложно. Но зато в этих морях плавают довольно неплохие корабли. Насколько я знаю. Давайте проверим, насколько же они все-таки неплохие. Е. Впереди утес, сэр. Убавить паруса от бури. Свободу гротам. Так, а выходить-то отсюда не так удобно, как мне казалось. Да и что-то резко туман. Туман очень резко появился. Я даже как-то не ожидал такого. Ну да ладно, мы выходим из этого, скажем так, острова. Разворачиваем свой корабль и идем напрямую в ту сторону. По идее, эти два корабля никуда не исчезнут от нас. По идее. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Прям как. Туман делает плохие вещи. Очень плохие вещи. Отдать Марселе и Бомбрамселе. Ох, как красиво. Не, вы это видели? Классно. Здесь еще акулы плавают. Но я так предположил все-таки, что это акула. Не, уничтожать форт я точно не буду, потому что это реальное самоубийство. На мой взгляд. Вот. Ром, сахар и реалы. Вот этот, кстати, кораблик можно попробовать и убить. Но это будет тоже дело довольно проблематичное, сложное. И у них есть... Готовы бить, сэр! Абсолютно все то же самое, что и у нас. И у нас могут довольно... Боя готов, сэр! Благо форт от меня уже отцепился. Но если вот это судно ударит по нам сбоку, то будет, конечно, больно. Но зато классное сражение. Посмотрим, сможем ли мы выдержать их залп. Под таран, в любом случае, лучше не попадать. Блит! Садите-ка в них залп! Уходим, сэр! Уходим, сэр! Барда с потопиш! Поймать ветер! Попали, сэр! Сосредоточьтесь, капитан! Попали, сэр! Блит! А я сказал, что мы их разобьем. Конечно, удачная позиция. Может, разобью, а может, и не разобью. У нас более майорный корабль, в отличие от этого. Конечно, я потратил довольно много своих... Итак, мы разбили этот корабль, осталось его лишь захватить. И вот тут-то уже более сложная задача, чем кажется по той причине, что у нас довольно большие проблемы. Нам может просто элементарно не хватить команды. Давайте попробуем сделать это будет реально сложно. Потому что уничтожить флаг вражеского корабля, убить и вражеских лазутчиков. То есть двоих человек, которые прыгнут к нам. В общем, дело довольно проблематичное, ребята. Дело реально проблематично. Так, мы сейчас на данный момент все-таки довольно высоко иногда поднимаемся по волнам. И вот на момент поднятия у нас есть... Вот. Убейте команду. А палубу крыс не пускать. Давайте мы развернемся. И прыгнем. Готово. Собственно, что нам нужно сделать? Нам нужно пить пару ребят. И надеяться на то, что я здесь не увижу в этот момент толстычков. Я их именно так называю, не знаю, правда, почему. Вот, мы теряем на данный момент нашу команду. Команды на корабле однозначно больше. Правда, меня это не сильно напрягает. В общем, давайте же забираться уже наверх. Итак. Так называемые вражеские лазутчики, скорее всего, имеется в виду, что это вражеские люди, которые стреляют. То есть, вражеские стрелки, а не лазутчики. Итак. Все еще продолжаем терять экипаж. Но я буду добиваться того, чтобы все же смогли убить этих негодяев. Так, где же их флаг? Он еще выше. Давайте уничтожим сначала флаг. Отлично, флаг уничтожен. И наша последняя задача сделать очень простую вещь. А именно убить последнего, так называемого, лазутчика. Как же это сделать? Для этого нам нужно лишь перебежать вон туда. После чего забежать вот сюда наверх. И вполне себе его просто заколоть. Супер. Корабль наш. Мы его захватили, дорогие друзья. Хотя, да, это была как отдельная миссия, я бы даже сказал. Итак, мы получили полторы тысячи реалов. Двести с лишним. Рома, сахара. И восстановили свои запасы. За исключением, наверное, экипажа. Все остальное у нас, в принципе, восстанавливано. Снизить известность, отправить во флот. Давайте мы отправим это во флот к НОЭ. Я думаю, ему будет приятно. Теперь ты капитан, чувак. Причем этот корабль даже мощнее, чем наш собственный. Славная добыча. Ну и, кстати, мы видим, как, скорее всего, пиратский... Нет, не пиратский. Как? Я все-таки предполагаю, что это испанский флаг. Хотя, надо будет еще посмотреть. Вот. Но суть в том, что они завалили английский корабль. Да как-то жестко. Вот на этом корабле тысячи реалов. 130 сахара и рома. Но уже его я заваливать не собираюсь. Ибо... Я только что сделал примерно то же самое. Два раза я так не потяну. Хотя, может, и потяну. Не знаю. Не важно. Главное, чтобы эти ребята не решились атаковать вдруг. Не взначай меня. Потому что это будет совсем печально. Вот. Меня они вроде не стремятся атаковать. На мой взгляд. Да, вроде бы все хорошо. Ну и мы продолжаем плыть к назначенной цели. А именно к нашей миссии. Впереди нас ждет еще один такой же корабль. Полторы тысячи реалов. Сахар и ром. В избытке. 14 тысяч реалов ровно у нас. Прямо ровно четко 14 тысяч реалов. Рядом с картой нам все еще показывают, что у нас опять отсутствует Wi-Fi. В принципе, в пиратские времена, я думаю, это вполне себе нормальное явление. Непонятно, правда, как они проверяют, что он отсутствует. Но я думаю, что они просто догадываются об этом. Так, мы все еще плывем. Это действительно мощные корабли. И чтобы нам их победить, как оказалось, нам не требуется особых умений. Вот. Но люлей они нам наставлять иной раз могут таких, что прям мама не горюй. Впрочем, все относительно, друзья мои. Все относительно. Принцесса. Пиратский корабль. Дерево, ткани, тяжелые ядра, мортирные ядра. Но так как нам к этому кораблю, и это именно тот корабль нашего друга, поэтому мы подплываем уже к нему. Чтобы начать выполнение заданий. Гамбит черной барады. Нет, мы не столкнулись. Этот корабль отвернул, да и мы, в принципе, тоже. Эй, на вандах! Паруса убрать! Собственно, начинаем задание. А, капитан Кенуэй. Ваш или мой корабль? Возьмем в этот раз. Я бы хотел сначала узнать детали. О, маленький гамбит. Сей информант сказал, что на Галеоне поблизости есть нужное мне сокровище. В его же интересах не лгать. Вы продумали план? О, да. С его помощью мы добудем португальский флаг и подберемся к цели близко. Эта идея очень проста. Если выполните мои приказы в точности. Берем галку. Отлично. Ну что ж, галку так галку. У нас не до вес, Робертс. Каков наш план? Лагманский корабль перевозит в большом сундуке очень ценный груз. Хрустальные фиалы с кровью. Возможно, помните. Погоня за кровью? И это все? Я попросил вас следовать моим инструкциям, капитан. Права задавать вопросы у вас нет. Добудьте фиалы в целости. В противном случае расстанемся врагами. Усвоили? Я рискну. Понял, понял, что ты уже злой, нехороший человек. Кстати, что-то здесь сильный ветер, скажу вам, друзья мои. Не узнаю ваш акцент, Робертс. Вы родились на западе? Ровно так. Мой родной город Литл Ньюкасл. Впервые слышу. Да, он мал. Стоило бы поставить доски на его окраинах. Добро пожаловать в Литл Ньюкасл. Всего вам доброго. Я сам из Суонси. О, огромный город, если сравнивать. Вот что нам надо, капитан. Видите тот корабль? С его флагом трюк бы удался. Коль удастся украсть флаг так, чтобы никто не заметил, украду. Постарайтесь. При этом у нас... о, о, славащие, кавалярюс! И ка-деус обменсуй о рейдом Жоу. Ка-деус о гуарде и протеја, сняр! Как се оннтра н'еста нојте тў формоза? Доброе утро! Доброе утро! Теперь моя задача сделать так, чтобы меня не заметили Ой И в этот момент я вылетаю на рабочий стол Ну все, в принципе Я добыл данный флаг Отлично Большой он, я вам скажу Эти втроем его еле поймали А Эдвард его один удержал одной рукой В принципе, все Я умудрился Сделать это Более-менее нормально И выплыть при этом Из поля видимости Ребят С того корабля Все, теперь мы можем Спокойно под этим флагом идти Надеюсь нам Не придется его вешать Наш корабль Как раз вешают Наше дело выгорит Отлично Да Не так близко Помедленней Да От цепких глаз этот флаг нас надолго не защитит Уходим А что он там скулит Он не скулит Он в восторге Да Итак, мы должны довольно медленно, я так понимаю, проплыть Не привлекая особого внимания И в желтой зоне надо быть максимально аккуратным Я так предположу Надо резко взять влево Потому что этот ветер может нас нести на корабль или на скалы Что не является приемлемым Вообще ветер здесь довольно интересно себя ведет То есть он вроде есть и вроде его нет То есть вот в некоторые моменты он вроде дует в правильную сторону То есть в которую мы идем А через секунду может дуть вообще в другую В принципе так же себя ведет и настоящий ветер В каком-то смысле Вперед, они что-то сгружают с того корабля Может это наш приз? Ха-ха, вам бы сойти на берег, капитан Кенуэй Найти сундук Если там окажется мой приз Ужду вас с ним Скажем им, что у нас на борту чума Пусть он будет на рано Кто их ждет смерть Так Наша задача снова сводится к тому, чтобы тупо следовать за данной целью Погaren Тимович Доброе утро! Я не говорю во время этих заставок, чтобы особо не прерывать их разговоры. Уходи! Ладно, больше всего я ненавижу вот этих ребят. Слушай, они доставляют кучу проблем, вообще несуразных. Это толстячков фотоэспорт. Которые просто являются усиленными вояками, на самом деле. И так, по сути, несмотря на все, я, в принципе, довольно неплохо справляюсь со всем этим добром. Даже несмотря на то, что меня иногда довольно сильно бьют. Ладно. Я думаю, что... Что все закончилось неким убийством людей, даже плюс, нежели минус, нас точно не заподозрят. Потому что некому. Я думаю, вы договорили, да? Так, надо бы подумать, как бы мне пройти это таким образом, чтобы он меня не заменил. Все, в принципе, уже решено за меня. На черт, успел сделать самое главное. Моя проблема в большинстве своем, это вот тот большой чувак. Ты же будешь в моем живую щитом, правильно? Упс. Блин, надо как-то избавляться уже от этого насильчака сверху. Блин! Так, чувак, знаешь, у меня для тебя тоже есть плохая новость, ты умрешь. Да, именно так. Все это, как обычно, произошло довольно жестко. Но, я думаю, ничего страшного. Пустые фиалы. Кто бы мог подумать. Нас накололи. Впрочем, я думаю, что вы это и сами уже поняли. Так, а где наш корабль? Кстати. А, вот он. Вот он наш родименький. Вот он наш кораблик. Впрочем, там ребятам уже не с кем говорить. Так что, можно и помолчать. Ну, залезай, что ты? Что ты не залезаешь? На берег вытащен сундук с пустыми фиалами. Где наш португальский капитан? Он нам уже без надобности. Где он? Спит себе спокойно на дне моря. Скольких еще убьем за этот приз? Всех, кто попадется нам на пути. Ну, то есть, то, что вот я сейчас вычистил весь этот маленький островок, это ничего, да? Это нормально. Так, у нас в некоем случае опять неприятность. Нам нужно опять аккуратно обойти корабли. Воевать, естественно, с таким количеством кораблей я не собираюсь. Это само собой. В связи с чем, я предположу, что нам нужно их просто аккуратно объехать по этой стороне, и другого, в принципе, выхода я не вижу. Ну вот, при этом нам надо ни один из кораблей не зацепить. Но со сеньора до конференса. Наши сокровища на борту Галеона. Может, захватишь его и сэкономишь время? Да, я бы так и сделал. Я подведу галку ближе, но осторожно, там вахтенные. Ты прав. Я разберусь с ними. Давай, подводи галку ближе. А я пошел разбираться с этими извращенцами. Давайте я просто вперед пробегу, даже прыгну там. Заодно погляжу на нашу смерть. Вот как она выглядит. Она рядом с картой находится. Ну, мне почему-то кажется, что это смерть, по крайней мере, на капитале. Смотрится для меня лично именно в таком виде. Итак, вахту ведут наверху двое. Плюс, довольно много людей снизу. Плюс, довольно много людей снизу. И там войну, что он все, когда вяжем полкал. Так, видимо, мне не удастся это сделать. Тихо, как обычно. Собственно говоря. Ну ладно. С большим человеком разобрались. В каком-то смысле меньше из проблем решена. Остальные просто убить. Так, я вроде по тебе только что... Так, надо отсюда как-то выйти. Живой щит еще использовать. Чтобы у нас стрелять справиться. И сделать все дело поаккуратнее. Еще один живой щит. Отлично. Восстанавливаем тихоньку здоровья. Так, сначала убить тебя. Потом тебя. Ну а потом, как вариант, прикрыться тобой. Отлично. Итак, расчищаем путь для галки. Не знаю, мне вообще нравится драться. Поэтому я в целом... Каоновый он сказал, конвой. Или хотовый. В любом случае, пора тебе упасть, мой друг. Поглубже. Ладно. Попытаемся сейчас убить вот еще вот этого. Более-менее незаметно. И даже... Испортить... Колокол. Галя, ты видишь? Сказал вам. А, почему я не могу? Блин. Это проблема. Ну, кто следующий? Отлично. Как-то вот так. Так, почему ты не хочешь спираться? Все, отлично, супер. Вообще, это должен был быть невидимый момент, но... Ну, окей. Эй, трипулацион, две шки-бордиюки, что-то опозирует турной штаной? Офу, что он ты? Тоже интересный момент сейчас был. То есть... Как-то он странно отреагировал, я бы сказал. Так, на... Их корабле, да, меня, то есть, никто не видит. Это было бы... Отлично. Эй. А зачем вообще ко мне не спустились? Собственно говоря, нам надо постараться убить поаккуратнее как-то всех на этом корабле. Например, вот так. Спускаемся ниже. Сейчас будем пробовать. Пока никто не видит. Убивать. Извините, ребят, что не дало им пообщаться, но... В моей задаче это... Не входило. Так. Чёрт. Не получилось это сделать, естественно, тихо. В принципе, как и всегда. Следующий. Не думал я, что вы решили. Нас заметили. Но не сразу. По местам. Вставай к пушкам. Все до одного. По вашей команде. Пусть этот зверь зарычит. Нам опять дали поуправлять галеоном. При этом надо... Еще паруса отдать. Марселя. Промселя. На нем сбежать. Надо... Бли. Хра-а-а-а. Возьмите свое, парни. Ждем приказа, сэр. Держись. Бли. А этот зверь, я вам скажу, неплохо ручит. Бли. Смотрите, какие он корабли уничтожает. Бли. Садите ко мне в залп, капитан. Нет ничего лучше ветра. Из самого сердца ада. Итак. Мартирные ядра у нас очень много. Пли. Ударим по ним здесь, кап. Пли. Попали прямо в нас. Пли. Плодные водички. Итак. Пощады не будет. Развернуть корабль и просто ударить ядрами по этому... Залп. Пли. Готовы пить, сэр. Ну, круто, круто. Это офигенный корабль, я вам скажу. Пли. Садите-ка в них залп, капитан. Плодни водички. Убавить ли себя. Я, в принципе, собираюсь добить здесь все корабли, ну, по возможности. Например, вот. Убавить парусов. Там у него узликое место, сэр. Пад им и дорога. И добить еще. Нас подбили. Пли. Пли. Вот эти три корабля. На этом, наверное, все. Потому что больше, в принципе, тут особо делать нечего. Но корабль, вы смотрите, почти не похож на. Так что так. И прикрыли отступление нашего корабля. Он идет ко дну. Все, в принципе, готово. Все круто. Великолепно. Сбегаем на флагманском корабле. Это самый мощный, насколько я понимаю, корабль. Баруса отдать! Это круто. Вы смотрите, сколько, блин, шесть кораблей очень мощных, да, из разряда а-ля флагманских. Но он выстоял ему хоть бы хрен вообще. Если нам, конечно, дадут такой корабль, это будет круто. Но проблема в том, что он очень-очень медленный. Вы это сами видите. То есть, как он медленно плывет. Это будет хоть и круто, но не круто. Наша же галочка плывет очень-очень быстро. Спустит все, кроме гротов! Спустит парусалу! Моя добыча! Тамплиеры времени не теряют. Кровь Лауренса Принца. Ни к чему. Вудс Роджерс, Бен Хорнигал, даже Торрес. Всего по капле для особых целей. Отведите меня в обсерваторию. Хочу знать, что это. Зачем это, а? Хотите меня обмануть? Или работать вместе для общего блага? Хочу улучшить свой удел. Какие глупости. Короткая, но веселая жизнь. Вот мой девиз. Для меня все просто. Взгляните, капитан. Вы заслужили. В общем, все это делал как-то так. Миссия мне очень понравилась. Она классная, офигенная, все такое. Так что всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам она тоже понравилась. И понравилось именно мое прохождение, которое я сейчас сделал. В общем, в любом случае, всем спасибо. Всем пока, удачи. Рад был снова вам предложить что-то интересное. Пока-пока. Пока-пока.